Добрый вечер, я Диспичер. Мы продолжаем проходить сталки SGN 2.2 Gunslinger Mod. В прошлой серии мы снились на том, что мы перешли на новую локацию под названием Затон. Сейчас же наше задание это отправиться на Скадовск, а точнее передать посылку Марковичу. Ведь мы взяли задание у Петьки Перчкина. Этот сталкер нас сейчас же проводит. В принципе, это не обязательно смотреть, поэтому мы уже встретимся на Скадовске. Так, я пришел на Скадовск. Здесь у нас оригинальные квесты, в принципе. Ты у нас, что ли, Маркович? Да, ты. Здравствуй, чем могу быть полезен? Я от Петьки, принес обонплату. Спасибо, спасибо, оттого же я заждался. Нет ее и нет. Еще раз спасибо. Ой, да, тут что-то не хватает. Что за шутки? Хотя нет, все в порядке. Однако я забыл представиться. Сталкеры говорят, я сберегатель, но я генеральный финансовый менеджер сталкерского братства на Скадовске. Зовут меня Марковичем. Главная моя функция приумножения капитала, то бешку и железо, не отходя от кассы. Проценты депозита, ответственное хранение и тайна вклада. Если вам интересно, обращайтесь. Обязательно, но не сейчас. Во-первых, хотелось бы получить курьерские, а во-вторых, меня больше интересует судьба упавших вертолетов. С чего начнем? Насчет курьерских я таки не понимаю, о чем речь. Это нужно было решать с Питькой. А при вертолете знаю очень мало. Только то, что один из наших новичков спас военного пилота. Но где этот сталкер и пилот сейчас, я не в курсе. Однако думаю, что доцент Маковецкий что-то по этому поводу скажет. Он у нас много чего знает. Да и на Скадовске уже очень давно. С ребятами местами перетирает. Так что разговор лишним не будет. Спасибо за ценную информацию. Ну да, спасибо. Ну, выгляжешь ты, конечно, как бандит, но да ладно. Я думаю, ребята, мы оригинальные квесты не будем выполнять. Ну, типа, смысл, как бы. Так ты у нас получается, да? Да. Доктор Маковецкий. Доктор Маковецкий. О, новые лица. Здравствуйте. Я селекционер, доцент Маковецкий. Специализируюсь на селекции аномальных пород. Ну, или на модернизации артефактов по местному. Занимаюсь артефактами первого типа аномальности. Желаете подзаработать? Так как же нет. Послушайте, молодой человек. Так дела не делаются. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Слышали такое? Поэтому я вам предлагаю для начала... Так. Вы мне поможете, а потом уже я вам помогу. Так сказать, справедливо и заслуженно. Ладно, что нужно. Ничего необычного. Место одном проверить. Около лесопилки. Анисталкер все время всем твердил, что там в кислотной аномалии появилась новая неведомая порода. Правда, я этого сталкера уже давно не видел. Но он меня заинтересовал. Так что, если там все-таки обнаружится эта порода, принесите мне ее, пожалуйста. Буду вам очень признателен и с радостью вам дам ответ на любой вопрос. Хорошо. Вот координаты лесопилки и единственные аномалии в том месте. Ясно, проверю. Так, это у нас где? Ну, для начала я хотела весь Скадовск обыскать. А, вторых... Ага, это туда разыскать. Так. Опа-на. Ну что, есть что-то новое? Мич. Здравствуй, сталкер. Мое имя Мич. Я здесь на затоне. Главный по спецоперации. Если желаешь подзаработать, у меня есть одно серьезное дело. Было бы очень кстати. Дело такое. Мне так давно стало известно, что банда Чапаева, местного бандитского полупокера, задевает нападение на Скадовск. Причем не как-либо что, а по причине жадности, уж больно прожорлив этот Чапай. Нужно поскорее зарубить их на корню, иначе горя не миновать. На задание идешь не один, а с бригадой Эльбруса. Они помогут тебе с боевые припасы и прикроют в бою. Как только прибудешь на место встречи, возьмешь командование группой на себя. Все ясно или повторить? Ясно, направляюсь. Так, у нас тут новое задание. Встретиться с группой Эльбруса. Ага, это возле кранов. Нина, давайте сначала выполним это задание, потом уже отправлюсь по основному. Просто денег у меня не густо, 371 рубль. Вы понимаете, только хлебушку купишь. Так, я пришел к ним на портовые краны, и вот тут целое стадо. Ты диктиров. Отлично, будем знакомы. Я собрал здесь половину отряда, три штыка. Мы решили, что будем лучше разделиться. Остальные трое зайдут с тыла и откроют огонь по нашему сигналу. Кстати, вот кое-что силы тебя подкрепят. Он нам дал форт, тактика ведения боя. Стоп. Ну, я командование беру на себя, конечно же. Да, выдвигаемся, секундочку. Он мне дал сайгу, но он мне ее не дал. Этот... Че он мне дал? А, тактика ведения боя. Мы используем. Поша, навык ведения боя для сайга. Ну, спасибо, спасибо. Форт мне не нужен, я его лучше продам. Так, отправляемся, получается, куда? Ага, вот куда. Рейд закрепится на холме. Для осады базы бандитов необходимо подняться на подвышенность и занять позицию недалеко от главных воров. Ладно, хорошо. Ну, перед этим, конечно, в аномалии попадем. Это по традиции уже. Ну, я пришел на место точки, куда надо. Ну, конечно же, эти люди постоянно все обходят. Сюда же нельзя подняться. Только так. Идти в обход. Ну, ладно, что, подождем. Но я лучше не буду ждать. Я лучше посмотрю, кто где стоит. Например, вон, раз, два, три. Дальше. Дома не вижу никого. Ага, вон один стоит. Че-то снайпер есть, да? Меня подпустите к себе? Вроде подпускают. Так, кто здесь еще? Больше я пока никого не наблюдаю. А, вон еще четвертый подходит. Хорошо, в принципе, раз. Эти уйдут. Ну, два, может быть. Александр, ждем твоей команды. Так, они пришли. Я уже автоматически сохранился. Я рад, на самом деле. Но, получается, как? Прицел у меня так коллиматорный. Мне лучше снайпера обоснить. Но нет, лучше этого. По-тихому убрать. Так, потом менять позицию. Снайпера бы надо уничтожить. Дойдем сюда. Так, у нас здесь один. Его уничтожили. Дальше снайпера ликвидируем. Потому что нам снайпер не нужен. Дальше. Обходим их. Вот, мы пришли к воротам другим. И ликвидируем сейчас этого. Все, ликвидируем. Дальше. При обыске. Я не знаю, что у них может быть. Ну, гранаты только и... О, еще один дезертыгал. Я возьму патрон. Мне он очень сильно нравится. Так, вон еще один. Его мы ликвидировали. Остальных я пока не наблюдаю. А, нет, вон еще наблюдаю. Стоять. Сохранение. Здесь я пока никого тоже не наблюдаю. Ну-ка, давайте проверим сайгу нашу. Заряжено? Да, сайга заряжена. Хорошо. Танк повышенный. Этот стоит уже мертвый. Вон, мне гранаты кидается. Причем успешно кинули. Но мы же уворачиваться умеем, правильно? Мы же уже научились. Так, у нас тут еще один. Все, трупик. Там еще кто-то ходит. Стоп, он... Мне показалось, либо он в экзоскелете. Да, мне не показалось. Вот он. Ну, сейчас будем тогда бодаться с ночью. Он еще один. Мне кажется, нужно сначала рядовых убить. А потом... Так, говорим. Бодаться. Так, это ты, это свой, да? На, пацаны, мощный. Ты че не толкаешь? Дурочок. О-о-о-о! Какому-то... Че не толкаетесь там? Не, проще самому одному воевать. Ну, я же сказала, проще самому одному воевать. Ладно, мы недалеко, в принципе, сохранились. Вон наш бандит здесь. Чисто. Вон он. Я гранаты же подбирал, правильно? Почему ему не кинуть? Мне кажется, экзоскелет не настолько... Суперкрутое у бандитов, чтобы выдерживать... Гранаты. А-а-а. А, не выдерживают даже. Не, ну да-да-да. Скажешь, с экзоскелетом не выдержит. Где он только? Ага, вот он. Давай-давай-давай, я тоже кидаю. Так, что за положка сверху, ребят? Кто знает? Мне бы еще попадать. Так, его гранату закидываю, тогда я зайду вот сюда. Возьму птички. И пока они его мочат, я остальных замочу. Так, здесь было два снайпера. Стоп, револьвер. А, нет. Мерем. Вот это... Опа-на, ребята. Я вас поздравляю. У нас появился, видимо, прицел. Где? Это что такое, ребята? Эмм. Я извиняюсь, у нас случились технические шоколадки. Но да ладно. Стоп, я хочу. О, ребята, у нас снова прицел. Я тимураду... Ой-ой-ой. Что это такое? Это 3D прицел? На самом деле это плохо. А я не... Не любитель 3D прицелов. Но да ладно. Я вас больше удивлю. Мне фпс ссадит просто до 18. Ну или до 30. Ребята, кто-нибудь, если знает, скажите, пожалуйста, можно ли здесь включить 3D прицел? Или мне с этим ходить? Напишите в комментариях, пожалуйста. Ладно, давайте замочим. Почему? Отпути... Мне вопрос. Почему именно меня? Почему не вот этого сталкера? В общем, нет. Я так похожу... Похожу скалиматорно. Кстати, я такое подумал. Вряд ли можно включить. Вроде это ганслингере уже вставлено. Поставлен 3D прицел. Ну ладно. Мы тогда его используем только на дальних дистанциях. Даже посмотрите, сколько он выдерживает. Наконец-то. Все, наконец-то убили его. Ой, сколько здесь тупиков. Ой-ой-ой-ой. Ой, патроны Desert Eagle. Мой любимый пистолет. Все, что ли, да? У него прокачанный... Нет, у меня лючий. Так, у него здесь флешка. Флешка Чапаева. И все? Серьезно? Боже мой, у тебя экзоски... Не, ну хотя... Экзоскилет классно выглядит. Ну, блин. Жалко он не выпил. Мне бы хотел с ним походить. Так, используем флешку. Хоть я и не собираю тайники, но да ладно. Получается, мы... Вот здесь торговец. Давайте к нему зайдем. А, ребята, это тот, который стоял. Чубей. Ну-ка, торговать будем. Давайте вот эти патроны продадим. Продадим змею, хотел сказать. Но нет, не змею. Специальные менты. Зачем они мне? Я их продам. Я пользуюсь как бы обычными. Обычно у меня не кончается. Итого пять тысяч заработали. Так, это что у него? Ящик с зарядами. Это у нас рейн-комплекты. Мне не нужно. Это что, георадар? Скайнер растяжек. Нет, спасибо, мне не надо. Ну да, все, у него больше ничего. Костюм. Я думаю, может продать костюмы. Ну, в принципе, да, я лучше продам, потому что... На Скадовске же есть Шустрый. А Шустрый-то знаете, что заказывает? Ой, точнее, наоборот. Блин. Точнее, Шустрый-то знаете, что он этот... Может нам принести? Правильно, экзоскелет. Будем как железный человек. Так, я возле Скадовска. Точнее, я в Скадовске. И что там? Ну как, с моим заданием справился? Уже выполнил? Готово. Справился за этим Чапой и его с Тимуровцами тоже. Ребята твои очень выручили. Спасибо им очень огромное. Точнее, просто спасибо им. Отличная работа, Екатерев. Одолели бандюков в один поход. Теперь держи от меня лично, я от сталкеров. Знак благодарности. Вот твоя снаряжение. У меня есть аптечки, каменный цветок, тактики везения Абакана и рюкзак. Но мне она не нужна. Каменный цветок, точнее, мне не нужен. Рюкзак. Ну, честно сказать, зачем мне рюкзак? Ого, у меня уже 15 тысяч. Кучу, 16. Не, ну, ребята, я просто его сюда поставлю. Заберу инкерат. Почему бы и нет? Ладно, у нас теперь основное задание. Это отправиться у нас на лесопилочку. Но, раз это артефакт, я бы хотел... Ага. Я перехотел. Ну ладно, я водички себе куплю хотя бы. Что мне... Вот какой детектор. Я бы хотел медведь хотя бы. Тебе, стоп, а усыча нет в случае? Нет, ребята, усыча нет. Что это? Светушум... Свету... Светошумовая граната. Нам такое не нужно, поэтому отправляемся на лесопилку. Так, я на лесопилке. Там где-то бандиты с зомбиами надерно воюют. Но нас это не интересует. Нам даже искать не надо. Вот он. Да? Да, это он. Как называется? Теслотный инфузорий. Тернал защита плюс 15. Хим защита плюс 30. Максимальный вес плюс 5. Ну, радиация 6, а у нас всего 4. Ну, у нас была третья медуза, мы бы... Ну, ладно, не надо. Нам все равно его надо отдать, поэтому... Так, я на скадовский, вот маковецкий. Как дела, артефакт нашли? Нашел, хоть и сложновато было. Держите свою породу. Вот это да, вот это порода. Никогда ничего подобного и не видел. Хм, артефакт-то не радиоактивен. Очень странно. Хорошая работа, Солкер. Теперь я готов пойти вам навстречу. Что вас интересует? Мне нужна любая информация об упавших вертолетах. Знаете что-нибудь? Ах, вертолеты-то... Ну, был у нас на скадовке некий сталкер по прозвищу Азот. У вас это одного парня. А как оказалось, потом парень этот был пилотом военной экспедиции, державший курс в сторону Припяти. Весь сейчас Азот и пилот этот, точно не знаю. Но помню хорошо, что они собирались идти на Юпитер. Или не на Юпитер? Нет, точно на Юпитер. Однако куда именно, мне невидимо. Очень ценная информация, откровение просто. И это все, ради чего я рисковал в жизни долбанной газировки? Ну, знаете ли. Не так уж вы и рисковали, если подумать. Хотите, могу еще рассказать о теории диссонации или описать процесс гидролиза сложных солей? А при вертолете, спросите у Бороды. У него обычно все перед вылазками отваривается. Может, и Азот с пилотом через него проходили. У Бороды, говоришь? Ладно, это уже хоть что-то. Будь здоров, академик. Ну ладно, ну-ка, Борода. Привет, Борода. Макаритских скелотов и вертушках что-то знаешь? Знаю, Азот. Сталкер один. Из замечков возле Железного леса. Подобрал военного пилота, но и привел к нам. Поприкалываться. Только у вас сейчас Азот на Скадовске нету. Они с пилотом отправились на Юпитер. Ясно, а мне куда так... А мне как туда попасть? Поговори с Лоцманом. Он у нас проводник. Спасибо за информацию. Ну здорово. Кстати, у меня в продаже всегда есть свежая водка. Обращайся. Обязательно. Нет, не обязательно. Я вообще-то в Редово хочу быть. Здравствуй, Лоцман. Быть может, тебе нужен проводник? Показать путь с... Ну понятно, ты просто проводник. Да-да-да-да. Давай. Отправляй нас на Юпитер. Че стоим? Все, пришли. Это станция Янов. Едите на безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя я оставляю. Буду нужен? Ищи возле бар. Там музыка какая-то. Раз, два, три, четыре, пять. Извиняюсь, конечно. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь? Ладно, сейчас вы отключим. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так, если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на долговской половине. Хорошо. Так, сразу же стоять. Быстрее, пожалуйста. Быстрее, быстрее, быстрее. Тихо, 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 тихо. До свидания. Мне радио не нужно. Так, я хочу продать теперь вот эти патроны. Ох, ничё... Ммм, ничё себе. Ну и ладно. Так. Мне что нужно? Мне нужна дробь, которой у него нету. Тогда до свидания. Удачи тебе. Ты заглядывай. В общем, выкладывай. Доктор Брунько. Нет. Мне ещё не нужно от тебя. Так. У нас... Здесь у нас вольный сталкер. Нам нужно, получается, к Азоту пойти. Ну-ка. Здрасте. Блин, материалов нет. Нифига. Ну как в таких условиях работать? О, здоров. С чем пришёл? Здорово, Сазот. Много о тебе слышал. Тебе привет. Знаю, пилота спас. С этим прославился. Слушай, а где он сейчас? В бункере научном. Здесь недалеко. Там база у ботаников. Так пилот в бункере там и сидит. Но снаружи высунуть боится. Да и куда ему идти? Разве что в Припять, но это вряд ли не оседит. Спасибо за наводку. Так. Нам, получается, нужно идти в бункер учёных, да? Ну а займёмся мы этим следующей серией. Спасибо вам за просмотр данного видео. С вами был диспетчер, который вышел из Янов ночью. Но это не важно. А с вами был диспетчер. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Ну, до новых встреч.